Акушерское, хирургическое, педиатрическое отделение, отделение ЭКО – это лишь малые части списка услуг, которые планируют оказывать в стенах нового клинического госпиталя. К его строительству приступили в рамках государственно-частного партнерства. Участие частных инвесторов для нас исключительно важно. Мы по ГЧП в стране в тройке – Москва, Питер, Самара, а примерно 75% ГЧП – это медицина. В социальную сферу, такую очень чувствительную сферу, как здоровье человека, как рождаемость, здоровье детей и так далее, вкладывать сюда инвестиции частные, я считаю, что это очень большим продвижением в целом. В Приволжском федеральном округе это будет уже третий подобный объект. Два предыдущих уже работают в Перми и Уфе. Осмотреть площадку под строительство Самарского клинического госпиталя и заложить первый камень приехал и глава города Олег Фурсов. Планируется, что Самарский клинический госпиталь площадью 15 тысяч квадратных метров будет включать 137 койко-мест. Это позволит принимать до 2000 родов, проводить до 600 циклов ЭКО и принимать около 150 тысяч человек в год. Самое главное, что здесь будут самые лучшие компетенции, самые лучшие технологии, что это большая школа, такой мощный центр компетенции для профессионалов, для врачей, для медицинского персонала, которые, получив здесь навыки, соответственно, могут их реализовать в любом медицинском учреждении страны. И вот эти компетенции, они могут потом распространяться в том числе на другие регионы. Это тоже крайне важно. И для Самары, и в целом для здесь. Строительство современного клинического госпиталя станет серьезным шагом к повышению доступности высокотехнологичных медицинских услуг для жителей Самарской области. Также госпиталь станет клинической базой Самарского государственного медицинского университета и площадкой для освоения новых технологий для развития медицины и укрепления здоровья жителей региона и не только. Мы ставим себе амбициозную задачу сделать наш регион центром медицинского туризма не только внутри нашей страны, не только внутри Пелорусского федерального округа, но и привлекать международных пациентов. Я думаю, это будет очень хороший опыт в целом для страны, ну и, конечно, большой полезный наш регион. Открытие нового госпиталя запланировано на 2018 год. В торжественной обстановке сегодня была заложена и капсула с посланием для будущего поколения. Планируется, что вскроют ее ровно через 50 лет в 2066 году. Павел Баймаков, Константин Головин. События.